Друзья, привет! На связи Александр Юнюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница, подводим итоги торговой недели. Обзор будет достаточно короткий. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это на то, что американский доллар пробился ниже области, которую мы отмечали. Супер! И на текущий момент началась тенденция на снижение. Я считаю, что вполне вероятно достижение еще раз этой области для оттестирования снизу вверх. Но в целом тенденция вниз будет сохраняться, поэтому спекулировать в эту сторону нет особого смысла. Но держать в голове возможность добрать шорт-позицию вот здесь, это достаточно неплохая идея, как по мне. Европейский банк не поднял процентную ставку, но в целом не изменил ее. Риторика также была достаточно мягкой. И, соответственно, на текущий момент евро торгуется с повышением, но в основном это связано с тем, что американский доллар просер. Мы с вами говорили о том, что торговая идея лонговая была на достижение вот этой области. Она себя отработала. Я по-прежнему особо среднесрочных торговых идей здесь не вижу. Но для спекуляций это неплохая была возможность, ведь у нас здесь и красивая контратака произошла, и удержание лимитных покупателей выше уровня объема. Все круто. Да, по-прежнему я не вижу здесь пока потенциала для дальнейшего движения вверх, так как монетарная политика сейчас достаточно синхронно меняется у банков. Соответственно, здесь 1,1 и что? И все, и здесь вблизи этого уровня болтаться. Швейцарский франк. Мы видим слабость по швейцарскому франку, ведь все остальные валюты вот здесь росли. Швейцарец стоял на месте в боковике. Дальше все падали, он тоже упал, и потом все растут, и он снова в этом же боковике. Поэтому я считаю, что по швейцарству есть этот тот инструмент, который в ближайшее время будет слабым. И даже на росте цены мы видим, что открытый интерес сильно не падает. Это означает, что участники рынка не покидают свои шортовые позиции и дальше в них сидят. Соответственно, швейцарский франк один из инструментов, на который стоит обратить внимание в парном трейдинге, как на слабый инструмент. Австралийский доллар. По австралийскому доллару здесь мы тоже видим отскок от области, где ранее проявлялся лимитный покупатель, где мы видели удержание цены. И на текущий момент развитие тенденции продолжается. Я вижу смысл сейчас позиции фиксировать вблизи уровней объема. За июнь 23-го, март 23-го года. Да, в принципе, вот так лонговая идея потихонечку себя отрабатывает. Посмотрим на апдейты в понедельник. Новозеландский доллар удержался. Это та лонговая идея, о которой мы говорили. В понедельник у нас произошло установление нового локального максимума. И при этом открытый интерес вырос. При этом еще и фонды добрали лонговую позицию на вот этом снижении. То есть здесь достаточно много факторов было в пользу того, что цена будет продолжать движение вверх с учетом вот этих повышений локальных минимумов. Я считаю, что здесь достижение уровней объема уже может выступать неплохой возможностью для фиксации части позиции. Еще с учетом того, что открытый интерес потихонечку снижается. Но это в основном из-за того, что у нас близится экспирация фьючерсных контрактов. В любом случае, вблизи уровня объема есть смысл часть позиции зафиксировать. Стоп двигать при этом особого смысла нет. Меня очень удивляет, когда зафиксировали один к двум, стоп перенесли в безубыток. Окей, окей. А почему стоп в безубыток? Оно сходит, безубыток сработает и дальше себе пойдет. Это ж нормально будет, правильно? В рамках восходящей тенденции. Стоп переносить в безубыток есть смысл, ну точнее стоп двигать вообще. Есть смысл тогда и только тогда, когда у вас появляются на это объективные причины. То есть, к примеру, вот здесь зашли, часть объема закрыли, цена откатилась и снова выросла. И установила новый максимум, вот тогда есть смысл отсюда стоп перенести вот сюда. Тогда окей, тогда понятно почему. Потому что восходящая тенденция, каждый следующий минимум должен быть выше предыдущего. Поэтому, да, и стопик можно перенести. Не обязательно его прям сюда держать. Да, но вот эта история с удобным стопом, это так себе. Я уверен, что на дистанции это к добру не приведет. Канадский доллар. По канадскому доллару у нас была лонговая торговая идея, она и остается в силе. Я считаю, что на следующей неделе мы увидим данные соточета и увидим подтверждение по сотоиндексу. До этого основная идея была, основывалась на том, что у нас открытый интерес на падающей цене снижался. И потом, когда мы стали в боковик, открытый интерес начал расти уже на минимумах. Соответственно, да, это и стало причиной для того, чтобы взять лонговую позицию. Конечно, дополнительными факторами были еще то, что фонды наращивали лонговую позицию. То есть, ну, явной восходящей тенденции не было, но они вот в этом диапазоне, как мы видим, существенно нарастили лонговую позицию и удерживали ее. Поэтому, да, здесь тенденция может быть достаточно яркая. Есть смысл присоединяться к потенциальным лонгам. Плюс еще хочу отметить, что пробили локальный максимум. Это важно для фондов. Они ускоренными темпами будут накапливать позицию. По британскому фунту тейк уже совсем рядом. Опять же, не вижу смысла закрывать полностью позицию. Есть смысл часть закрыть, часть подержать. Так как здесь потенциал хода тоже существенный. Фонды накопили лонговую позицию и не сбрасывают ее раз. Фунт показывал феноменальную силу. В моменты, когда американский доллар рос, он стоял на месте. Сейчас американский доллар чуть снизился. И посмотрите, что уже сделал британский фунт. Поэтому здесь еще по инерции движение вверх может происходить. По японской иене есть смысл дождаться коррекции к вот этой области, к уровню объема. Если этой штуки не будет, нет смысла заходить в лонг. Если будет, есть смысл заходить и ловить историю с шорсквизом. Потому что фонды накопили существенную лонговую позицию. Мы видим, что открытый интерес потихонечку начал снижаться. Что здесь существенный дисбаланс произошел вчера, позавчера, не вчера. Вчера произошел существенный дисбаланс. Таким образом, это как раз, ну как по мне, свидетельство того, что возможно начало шорсквиза, который мы видели и вот здесь раньше. Часть объема можно взять с текущих, небольшую. Потому что здесь стоп достаточно далеко. И один к двум поймать будет очень сложно. Поэтому, если брать, то небольшую, с расчетом на то, чтобы добрать пониже. Вот вы можете проанализировать вот эту историю за ноябрь. И сейчас, если она повторится, это будет прям вау, крутым паттерном. Нефть ничего не поменялось, золото тоже ничего не поменялось. Я по-прежнему накапливаю шортовую позицию в золоте и лонговую позицию в серебре. Удивительно, да, что золото растет, в хайп покупать серебро тоже растет, в хайп продавать. Это, конечно, комфортнее, удобнее. Ой, извините, золото в хайп продавать, это комфортно. Серебро в хайп покупать, это некомфортно. Но сезонность указывает на то, что до середины марта эта тактика имеет хороший винрейт в районе 83%, по-моему, процентов. Это раз. Второе, ну и сезонность тоже указывает на то, что серебро двигается более быстро. И сейчас по корреляции мы тоже видим, что серебро двигается более быстро. Поэтому лонг приносит значительно больше профит, чем убыток шорт-позиции по золоту. Да, пока направленных шортовых позиций по золоту у меня нет. Мы видели здесь яркие дисбалансы, яркие продажи, которые не привели к успеху. И это свидетельствует о том, что вполне возможно эту тенденцию дальше еще будут потихонечку разгонять. Меня удивляет то, что фонды не присоединяются к этому за счет хеджеров на падающем открытом интересе. Ну, очень странно. Поэтому, да, жду соц.отчеты. Интересно посмотреть, что там поменялось. Крипта. Если потоки замедлились потихонечку, ну точнее не так. Потоки в GTF немного замедлились, но они все равно положительные. И мы видим, что они не растут, соответственно, и цена тоже стоит в боковике. Второе. Леверидж выдавили. Вот здесь падение до 59 тысяч. Леверидж, который там 10 плюс, x10 плюс, он уже не в рынке. Соответственно, сейчас двигать цену вверх будет чуть проще. Но для того, чтобы цена двигалась вверх, необходимы драйверы в виде покупки GTF. Пока такие покупки есть, окей, но они потихонечку все равно снижаются. Я считаю, что чем ближе к середине марта, чем ближе к экспирации фьючерсных контрактов на фондовом рынке, тем менее вероятно, что притоки будут. Соответственно, с большей вероятностью в следующей неделе у нас будет неделя при снижении. Я пока не придумал, как я это буду использовать, но в понедельник как раз с вами поделюсь. Я думаю, что за выходные придумаю. Возможно, это будет, скорее всего, это будет через опционы, не через направленные инструменты. Да, по поводу фондового рынка продолжается движение вверх. Вышли данные по PMI, все вышло отлично, все растет, все круто. И с одной стороны, это плохо, потому что экономика сильная, рынок труда тоже относительно сильный. И значит, ставку понижать не будут. Но с другой стороны, рынки уже как бы, инфляция низкая, ставки достаточно, ну, не супер высокие, но уже привыкли, скажем так, уже привыкли. И ожидания сейчас тоже, вот, где-то ставку в ближайшее время могут уже понижать, как бы, потому что остальные банки тоже на это намекают. Банк Канады, например, на своей пресс-конференции, они тоже ставку не поменяли, но говорили о том, что, возможно, вполне мы в ближайшее время будем рассматривать смягчение монетарной политики. Ситуация быстро меняется. Вот. И за счет этого движение вверх продолжается. 2 с 2 моих попытки словить потенциальное движение вниз не увенчались успехом, а вот здесь и вот здесь. Да, но на дисбалансах, на контр-атаках продавцов я по-прежнему буду пробовать небольшие шорт-позиции открывать. Вы должны понимать, что спекулятивных позиций у трейдера, ну, так, чтобы где-то 30 в месяц без проблем. И риск в каждой позиции 0,5-0,7%. Ну, и то это существенный риск на спекулятивную позицию. И каждая отдельная позиция, она, ну, не влияет на общий результат. Результат одной позиции – это просто маленькая песчинка. Соответственно, идея в данном случае в том, что рынок на текущий момент, оптимизм на рынке, ожидается, что ставка будет понижена в ближайшее время, что инфляция снизится и так дальше, тому подобное. Но сейчас основное движение происходит за счет AI. И рынки пока не закладывают того, что вполне возможно, 24-й год будет вообще без снижения ставки, а, возможно, инфляция еще и вырастет. То есть вот такой черный лебедь может произойти, особенно после такого бурного роста, после завышенных ожиданий в начале года. Это вполне возможно резкая коррекция. И вот эти небольшие шорт-позиции, они вполне могут принести X10, ну, один раз, и X10. Вот как было, в принципе, с битком. То есть вся крипта росла. Окей. Фандинги высокие, долг большой, покупают в максимум, все ближе-ближе к эксторическому максимуму и так дальше. Идея была в том, чтобы просто либо брать шорт-позицию на установлении локального максимума, небольшую, но это так себе идея, либо покупать пут-опцион вне денег. Они очень дешевые и они очень быстро набирают стоимость, если цена резко двигается в нужном направлении. Вот, соответственно, берем короткие опционы, дожидаемся момента контратаки продавцов, HFT объемов, пин-барчика на максимумах, либо реализация спроса в максимум, который не приводит к успеху. Покупаем этот пут-опцион, платим премии столько, сколько наш стандартный рабочий риск. Да, и на вот этом движении очень-очень неплохо получилось заработать. По поводу спредов, да, на следующей неделе мы уже будем рассматривать, что у нас по спредам. Рассел против S&P и NASDAQ потихонечку сходится, это отлично. Швейцарец против японской иены уже близится момент фиксации части позиции. И британец против австралийского доллара, аналогичная история. Да, всем спасибо за внимание, хороших выходных, с праздником и до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова